Два медицинских шприца с гашишным маслом для сотрудников наркоконтроля. Находка вполне привычная. Но помимо гашиша, наркополицейские нашли у 32-летнего жителя села под Уссурийском кое-что помасштабней. В четырех полимерных бочках мужчина хранил 38 килограммов марихуаны. Наркотики готовились для продажи. Теперь их производителю грозит уголовная ответственность. Но подобным находкам сотрудники наркоконтроля не удивляются. Буквально несколько дней назад на приусадебном участке в Спасском районе обнаружили тайник с тремя килограммами марихуаны. А вместе с дурманищей травой нашли еще и оружие. Это два незарегистрированных гладкоосвольных ружья, травматический пистолет и 22 патрона. По итогам деятельности правоохранительные органы уже подвели итоги за первый квартал 2015 года. В общей сложности за три месяца сотрудники всех правоохранительных органов Приморья совместно изъяли около 700 килограммов наркотиков всех сортов. За это время зарегистрировали 375 преступлений и находят у наркодилеров не только психотропные вещества. Изъято 11 единиц огнестрельного оружия, свыше 700 единиц боеприпасов, 17 тростиловых шашек, взрыватели к ручным гранатам. Помимо преступлений реальных активно расследуют и виртуальные. С начала года наркополицейские совместно с федеральной службой в сфере информационных технологий заблокировали 151 сайт, где пропагандировалось употребление наркотиков. Турманищие вещества продавали там же в интернете. Вот он выходит, идет. Захват. Но больше всего наркотиков разными способами в Приморье поступает из Китая. И теперь появились опасения, что с присвоением Владивостоку статуса свободного порта переправлять через границу запрещенные вещества будет гораздо легче. Но эту ситуацию уже давно предусмотрели сотрудники таможни. Они создали отдельное подразделение по борьбе с контрабандой наркотиков. Мы подобрали и подбираем сейчас туда очень квалифицированный состав. Это сотрудники, которые прошли хорошую подготовку в иных правоохранительных структурах, таких как МВД, ФСКН, ФСБ. То есть отбираем туда лучших. А пока поставку из Китая синтетических наркотиков пытаются сдержать, самое распространенное дурманящее средство в крае до сих пор была и остается марихуана. И с ней правоохранительные органы борются всеми силами. Операция МАК действует круглый год. Инна Щедрова, Анастасия Крикун, Александр Бартовщук. Новости на Восьмом.